Всем добрый день! В эфире ПЛНФМ программа «Город Озор» и мои ведущие Николай Мельков и Александр Лисеев. Всем привет! Николай, ну вот, наверное, радостная для тебя новость, как для защитника пешеходов, всех, кто не передвигается, передвигается на средствах дверной мобильности и так далее. А именно, обязательность некоторых положений ГОСТа вступает в силу. ГОСТ этот, какой, 777-16-2023, наверное, ничего это никому не скажет, кто только не занимается. Набор цифр, да? Да. Ну вот, что из важного, насколько я понял, может быть, ты сейчас как специалист мне немножко пояснишь, становятся обязательными треугольники видимости. У нас в Пскове есть один, он у школы. Вроде бы, они были как рекомендательный характер носили или нет? Нет, они и раньше были обязательные, просто их никто не исполнял. У нас не принято исполнять обязательные требования, которые были прописаны там в 915, там в 24-38, в Восстужении и в Пскове правительства, и в других. Вот у нас почему-то любят выделять деньги там, вот на какую-то мишуру, там, как-то называют под видом инновации, да? А нормальное встречение на ни на одном пешеходном переходе прямо вот полноценно по требованию обязательных ГОСТов, я уже не говорю про необязательные, не могут сделать там, про подходов они должны осуществляться. Где? Хоть на одном. А сроки безопасности, они существуют обязательные требования вообще, треугольники видимости чуть ли не с 93-го года. Ну, у нас как-то закрыла глаза на это, да, я вот один единственное видео, потому что у меня такое ощущение, что, ну, это сейчас, конечно, не про Псковское ГАИ, а в целом про ГАИ, потому что эта ситуация не только у нас в Пскове, да, то есть в рамках там наших инспекций по России, я вижу, что ГАИ эти пункты вообще не оставят в целом в России. А вот объясни, почему так? То есть, казалось бы, это ГОСТ, он обязателен. Почему у нас, вот, например, ГИБДД выносит предложение ликвидации переходов, но пешеходов не защищает, а предлагают какие-то минифические вот Т7-светофоры, а закрывают глаза на островки безопасности, на треугольники видимости? Про Т7 начнем тогда. Т7, их, видимо, все-таки с главного управления заставляет, говорит, что вот этот пункт нужно продвигать. Заставляют. Ну, это и мое личное мнение, потому что я это массово вижу, что происходит у других. Эффективность никакими не доказана. И самое, что интересно, даже в тех местах, где подобные вещи, как Т7 или 728Б, вот эти белолунные сигналы поставлены. Да, кто не понял, светофор Т7 — это просто мигающий пешеходный переход в желтом цвету. Желтая моргалка, да, вот это, что мигает. То есть она не несет функции светофора, это просто такая инсталляция, не знаю. И белолунные — это на светофорах, которые показывают, что в моменте поворота направо или налево, вы пересекаетесь с фазами движения пешеходов, что они будут ехать. Да, многие тоже, наверное, видели. И, конечно, никак не доказана эта эффективность. И я тебе скажу больше, на тех участках, даже в Обской, ну, не считая там, опять же, в всей России, происходит ДТП. И никто не говорит, что давайте снимем вот эту ахинею. Ну, давай не будем ругаться. Да, нет. Они говорят, она будет висеть, там проблема с разметкой. Как поведала разметка? Почему то, что она стерлась, и водитель ее не заметил, вообще непонятно. То есть, ну, требуют необъяснимые вещи. А то, что не раз я воспал на разного рода комиссии, говорит, давайте приведем освещение к нормальному требованию. Не привели. Но зато повесить что-то там, потратить огромные деньги, я считаю, что на это выделяются. Слушай, ну, это очень странно, потому что, казалось бы, ну, сделай хорошо, да, потом можно там экспериментировать, если уж так хочется. Я тебе скажу странно, но ничего нет. В 2020 году поигрались немножко статистики по расчету ДТП жертв и раненых. С нас было, пошло понижение, да. Потому что, понятное дело, что майское указание нашего президента от 2012 года исполнить в ГИБД, там, снижение аварийности и смертности до европейского уровня, там, и ниже, да, к 2024-му никто не сможет сделать. Они попытались это сделать чисто фигурально статистикой в 2020 году. И что мы видим? В этом году у нас рост аварийности в России на 4%. Вырос. То есть смертей там и, ну, то есть погибших стало чуть меньше, по-моему, там на 300-400 человек, да, но выросло как и ДТП, так и раненых. То есть по факту мы видим, что принимаемые меры госинспекции, в том числе попытка игры со статистикой, не получились, потому что, грубо говоря, за 20 лет ни одних мер по успокоению трафика, по увеличению там безопасности не произведено. То есть производится какая-то вот эта мишура, мы делаем какие-то елки на светофорах, пишут на переходах. Как они работают, никто не знает. Но это почему-то делается. А вот эти требования, то, что ты говоришь, у нас человек в новом госте, который, опять же, вошел в перечень обязательных в восприятие 2438, будут ли выполнять? А если они обязательны, их можно не выполнять? Мы только что об этом говорили, что у нас даже оставки безопасности, которые являются обязательными. Нет, но ведь можно написать. Они не исполняются. То есть другие вещи, у нас много тоже обязательных вещей. У нас многие даже пешеходные переходы реквидируются. Хотя должны прийти пешеходы и сказать, а насрать. Здесь мы ходим. И верните пешеходный переход. 396-й СП об этом говорит. Там есть расчеты. Никто это не берет вообще. Нас почему-то продвигают культ личного автомобиля. Если продвигают так, что у нас вот одна из последних улиц, если можно и про Поземскую или Кузбасскую, они реконструируются под расчетной скоростью 100 км в час. Дальше мы видим знак 40, камеру. Но для чего мы делаем эти автобаны? В городе. А потом мы пытаемся сделать что-то с этой аварийностью. С этой статистикой, да. Давайте сразу проектируем улицы для города под 40, под 50, 60, не под 100, чтобы нас разгонялись. Кстати, еще интересный момент, что ведь средняя скорость как раз равна где-то 30-40 км в час. В нашем городе 34. Да, то есть по сути как раз максимальная пропускная способность именно достигается при таких скоростях. То есть даже если там сделать трассу какую-то абсолютную с перекрестками, все равно никто быстрее не поедет. Хотя многие... На трассах другие расчеты идут. Просто это почему-то у нас многие такие говорят, вот там уже пробка, теперь будет что-то еще. То есть люди просто даже головой не подумают, что на самом деле дело не в том, что какая-то, может 50 полос быть, там сколько угодно, только это не повлияет ни на пропускную способность, вообще ни на что. Да, еще одна полоса, и мы поедем, конечно, это не работает. Это вот пусть Москвы, по сути ведь, где так думали, а потом стали как раз проходить. Москва сейчас занимается моей улицей программой, да, они как раз эти старые все улицы начали заужать. И ухудшение ситуации они в целом не заметили. То есть, да, конечно, нужно развивать альтернативные моменты, да, там, но это чуть-чуть другая история. Давай продолжим дальше про норматив. Так, давай, да. Теперь очень интересный момент, особенно для нашего города. Это если нет велоинфраструктуры, то для велосипедистов и средств индивидуальной мобильности, ну это самокаты, допустим, да, те же тротуары надо расширять на один метр. То есть, если я так понимаю правильно, нет велодорожки выделенной, а нарисована какая-то линия на тротуаре, то будьте добры, плюс один метр к тротуару, правильно? Ну, не совсем так, ну, примерно как-то да. То есть, опять же, минимально допустимый тротуар у нас является два метра, там в некоторых случаях можно его заужать, там метра полтора, да. Но по факту движение маломобильной группы у нас сейчас осуществляется везде, потому что наконец-то многие начали понимать, что маломобильная группа — это не только инвалиды в колясках, а вообще дети пожилые, ты идешь с хромой ножкой, ты что-то не чувствуешь, тебе тяжело, ты являешься маломобильным группам, поэтому по нормативу, пожалуйста, два метра. Это минимальный. Но опять же, вернусь к дорогам, к моей любимой теме. Ну, почему-то дороги у нас всегда реконструируются, проектируются и строятся, что с ними делать, к максимально допустимым, а тротуары к минимально допустимым. Что-то здесь не так. Да, что-то не так. Да нет, опять же, то, что я сказал, культа автомобиля. Вот все проблемы, что все думают только о себе. Развать альтернативы не хотят. Конечно, меньше были бы проблемы с велосипедными дорожками, если бы мы сразу пытались бы делать максимально допустимые тротуары по 3-75 метра. Тогда бы проблем, наверное, не было. Конечно, не было. Вот тебе прекрасный пример улицы Калинина. И, в принципе, многие другие улицы после ремонта и реконструкции убирают почему-то такие улицы тяжелыми тракторами, которые недопустимы для уборки, потому что у них масса... Кстати, я тебя перебью сейчас. Да, если вы заметили, что есть такой узенький тротуар, и просто по газону следы огромных вот этих колес трактора, значит, он просто не помещается на пешеходную дорожку, и просто он еще и грунт сминает. И грунт, и портит данный тротуар, развалится именно из-за того, что он здесь ездит. А опять же, еще любимое наше и наследие, и жизнь, что машины ездят по радиусам, повороты делают, а пешеходы ходят под прямыми углами. И очень часто видно в таких местах, когда убирает техника, техника под прямыми углом не может проехать. Она еще и бордюры ломает, и кусты выломает, все там же. Вроде бы, Николай, говоришь очевидные вещи какие-то, но для многих, мне кажется, я не знаю, может быть, роботы пишут какие-то и проекты делают, потому что человек не может сделать так плохо, чтобы… Ты можешь сам выйти на улицу и увидеть. Может быть, это просто не, ну, как сказать, жители, например, как-то особо не знают, как должно быть хорошо, то есть по их мнению, ну, видимо, думающие там люди, знающие, разбираются, и хорошо, а люди, которые как раз делают, они как-то, ну, сами, может быть, не в курсе происходящего. Возможно, просто ты прав, что люди, которые это рисуют, делают, опять же, практически либо не выходят на улицу, либо выходят только до своей машины, а дальше передвигаются только на ней, поэтому как она там усвоенно не волнует. Что у нас еще будет нового? — Так, еще один интересный момент — это все нерегулируемые переходы на улицах, где менее четырех полос, то есть, ну, это у нас обычно двухполосные дороги, и где разрешенная скорость 40 км в час. — Максимальная, допустимая. — Максимальная, да, не больше. — Там ты неправильно, чуть прочитал, ты чуть-чуть утревал. Там правильно написано, что на улицах, на которых число полос в одну сторону является одной или два, то есть это двухполосные движения, либо четырехполосные. — Да, согласен. — Это немножко там юридический, тонкий момент. И с максимальной допустимой скоростью 40 км в час устраиваются — Приподнятые пешеходные переходы. — Да, они там от категории еще... Единственное, что мне там не сильно нравится, что высота такого пешеходного перехода, она 8 сантиметров, там, по таблице 5 или 6, а длина будет около там от метра до 4. Там тоже еще есть формула, да. Он довольно такой будет пологий, хочется чуть-чуть повыше, чтобы все-таки машины фактически снижали скорость, потому что есть очень много старых таких пешеходных переходов, которые там сделаны в Апочке, в Себеже, да. — Приподнятых? — Да, в Острове, по-моему, если я правильно помню их. — У нас, кстати, в Пскове есть приподнятые... — Нет, вот именно вот такие, когда там чуть ли не знаю, там от Советского Союза такое ощущение, что стоят. — А, старые. — Они высокие, маленькие, и из асфальта. И работают лучше, чем все эти остальные. У нас тогда есть один из таких приподнятых, это на улице Печорской. Он там метров 10. — На Янов-Фабрициуса есть еще, на перекрестке, вот прямо с торговым центром, где, знаешь, пересечения, сейчас тебе скажу. — Не помню, не Янов-Фабрициуса после реконструкции. Может, ты что-то путаешь? — А, нет, не Янов-Фабрициуса, я перепутал. Это вот перекресток Ротное там идет, да, из Тахановска или нет, сейчас. — Там тоже нет, там сейчас обычный он сделан. — Как его убрали разы? — Да, можно. — Ты просто не ездишь. — И вот к этой новости на последней межведомственной комиссии по безопасности чиновники, сами администрации, видимо, ГАИ их поддерживают, предложили выйти на улицы и проверить соответствие знаков, и убрать все эти 40. То есть у нас теперь на многих улицах, например, как Октябрьский, понимаю, Рижский, либо будет 50, либо будет даже 60. — Это из-за этого? — Мотивацию они, конечно, не сказали, ну, я понимаю, чтобы просто не градить вот это, то есть это нужно делать. Я думаю, что, конечно, как это с этим связано. Возможно, пытаюсь там мотивировать то, что они вот как-то вот скользко, но, опять же, я не считаю это мотивацией, что типа средняя скорость выше, расчетов нету, документов нету, да. Те, что есть там у Симетра или у других наших институтов, они показывают где-то там 30-34 километров в час. Я, конечно, не вспомню. Может, кто-то ночью там передвигается хоть 120 по Октябрьскому. Кстати, ГИБДД на такие видео из соцсетей, у нас почему-то Псковская ГИБДД, и как и города области, есть куча видео, где люди выкладывают, где они там по юбилейной 180 едут. — Но ГИБДД реагирует? — Нет, они бы представляли, мы не понимаем улицы, не знаем, в чем машина. Там у человека номера, машины, улицы, все видно прям. Но почему-то наша госоинспекция, в отличие от той же московской или там ленинградской, не хотят реагировать, потому что есть претенденты, где даже госоинспекция в Москве находила машины, которые нарушали правила, без номеров. Они нашли собственника, они нашли его. — Может, надо как-то, не знаю, опыт, чтобы они сюда приехали, комиссия какая-то московская научила. — Им просто это не нужно или не тесно. Это лишняя бюрократия. — На этой веселой, радостной, прекрасной ноте мы будем завершать. Посмотрим, что будет с безопасностью, что будет с дорогами, пешеходами, со всеми остальными. Радуйтесь и ликуйте. Все, пока. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова